1945 год. Поражение немцев очевидно. Фельдмаршалом Вальтером Моделем затыкают совсем плачевные места на фронте уже не первый год. Войска с СССР и союзников уже вошли на территорию Германии. 23 марта британцы и американцы форсируют Рейн. День спустя в ТУ высаживают десантники. Альянс расширяет взятые плацдармы на Рейне и ранее занятые в районах Римагена и Оппенгейма. Плацдарм у Рура 28 марта был расширен до 60 км по фронту и 35 км в глубину. К исходу 28 марта американцы захватили Дарамштадт, Гисен, Ашафенбург и Франкфорт на Майне. После сосредоточения на плацдарме основных сил 21 группы армий, войска союзников начали наступление в обход Рура с севера. 2-я британская армия наступала на Брянском направлении с целью создания внешнего фронта окружения. 3-го апреля заняла Мюнцер и Оснабрюк. Одновременно войска 12 группы армий, почти не встречая сопротивления, стремительно наступали на север. 1-го апреля 1-я американская армия соединилась в Липштадте с частями 9-й американской армии. Рурская группировка, насчитывая 18 дивизий, около 325 тысяч человек была окружена. Пытки прорвать окружение в районе Хама и Зигина были тщетны. Чувствовалась острая нехватка снабжения, но в генштабе вермахта решили удерживать Рур, чтобы не дать задействовать британские и американские войска, которые участвовали в окружении на других участках фронта. 2-го апреля американские войска начали ликвидацию окруженной группировки. 14-го апреля войска 9-й и 1-й американских армий соединились в Ухагена, тем самым расчленив немецкую группировку на две части. 15-го апреля войска 1-й американской армии расширили образовавшись в коридор, повернули на запад и восток, чтобы ускорить ликвидацию группировки. Вальтер Модель ввел боевые действия в окружении до 17-го апреля, но рассчитав все и осознав полную бесполезность дальнейших действий, отдал приказ прекратить сопротивление и вся группировка была расформирована. В результате в плен попало около 317 тысяч немцев. Гитлер, конечно, был в ярости и отдал приказ расстрелять Моделя. Несмотря на очевидную близость завершения войны, ни в кладу немцев, такие приказы выполнялись неукоснительно. Но то ли он чувствовал свою вину перед Германией, то ли он не видел перспективы в дальнейшей военной деятельности, а гражданская его совсем не привлекала. Но все же фельдмаршал решил сделать дело сам. 21 апреля 1945 года он застрелился в Дуньсповском лесу. В 1955 году был призагоронен на военном кладбище в лесу Гюртен, далеко от города Восиня. Субтитры создавал DimaTorzok